Любители Москвы, мы снова на улице Горбунова Ну и вот смотрите, какие здесь красивые скверики сложились около этой улицы Эти скверики, они сложились около пятиэтажек Вот этих вот кирпичных пятиэтажек, здесь их 6 штук всего Под номерами 9 корпуса 1, 2, 3 и под номерами 11 корпуса 1, 2, 3 Ну то есть 3 дома, 3 корпуса 11 этажных под номером 11 и 3 корпуса под номером 9 Вот все эти дома, они будут снесены по программе реновации Они все включены в реновацию, вот Все они были построены в общем-то в одно время, вот, в начале 1960-х годов И все они кирпичные, да, в отличие от многих панельных домов, которых в Москве дополна И которые в основном попадают под снос, эти дома все кирпичные Вот, вот они все эти дома, один с другим идут Видите, площадки детские, тут очень красиво все-таки, прям скверики Действительно, настоящая зона отдыха получилась Вот, за 60 лет практически, да, деревья очень сильно выросли Сажали их местные жители И, кстати, возможно, что эти дома тоже от завода электрощита О котором я сегодня рассказывал Вот, около которого мы находились Вот, вполне возможно, это заводские тоже дома Это как тогда было часто принято строить Тоже от завода Ну, может быть и нет Ну, в любом случае, такие дома, в общем-то, в основном Часто для рабочих строились Они здесь работали в этой промзоне Ну, не только на энергощите и других предприятиях в этой промзоне Ну, в том числе и на электрощите Вот эти дома, они все попадают под реновацию Все их снесут Там, в основном, у нас часто почти все сносят панельные, блочные пятиэтажки Ну, а кирпичные далеко не всегда Однако, вот эти, они попали под снос Ну, пока здесь, видите, очень красивая зона отдыха Такая вот, скверики очень красивые В этих домах выросли деревья Ну, действительно, прям превратились эти пятиэтажки почти в сады Вот, очень все стало красиво вокруг Ну, естественно, понятно, поэтизировать их не надо Внутри там, конечно, все далеко не так красиво, как снаружи Да, тут это тоже надо понимать Ну, все-таки здесь действительно стало красиво Естественно, если тут будут строить новые дома Вот, а это неизбежно, если будут эти сносить Это сто процентов, конечно, даже говорить нечего Ну, понятно, что всю зелень тут снесут Все эти площадки, деревья Это все, естественно, тоже понятно Как мы видим, в общем-то, и в других районах Москвы происходит Ну, и будет, конечно, очень печально А тут опять уплотнение произойдет Опять будет уплотненный район Ну, а пока мы видим вот старую Сетунь Вот, старая Кунцево Здесь раньше город Кунцево находился до 1660 года Вот еще старые дома, пока не стоят Такие крепенькие дома вообще Ведь такие дома, они, в принципе, далеко не всегда сносятся Наоборот, очень многие такие вот подобные дома Они не попали в программу реновации Но здесь они попали на этой улице Ну, собственно, здесь больше сносить-то и нечего Кроме этих пятиэтажек, да Все остальные дома, как мы видим, это вот 16-этажные И более крупные Вот, но, ну, девятиэтажные Но все-таки не пятиэтажки Единственное, что здесь можно снести Это только вот эти вот пятиэтажки Шесть пятиэтажек вот этих вот Ну, они, в принципе, все одинаковые достаточно Ну, в одно время построено И, в общем, по одной схеме Вот их как раз и будут сносить Ну, пока, как говорится, их не сносят Пока еще это только проекта Ну, решение уже принято Я думаю, что снос уже тоже, в принципе, не за горами У нас есть еще уже решат То, скорее, редко когда-то что-либо отменяют Очень редко Ну, пока вот тут очень все хорошо Действительно За это время жители, которые сажали эти деревья Они, можно сказать, выросли Фактически сады целые Большие Здесь все очень хорошо Особенно в жару Такие вот дни Когда очень тепло Видите, прям между домами целые Прямо произведение искусств И цветники, там и березки Все, конечно, очень красиво Там вот улица Горбунова проходит Видите, они немножечко вдалеке А то шум улицы не слышен В том числе и зачет деревьев Очень красиво здесь Очень, конечно, будет жалко Если все это снесут Ну, понятно, что потом посадят новые деревья Понятное дело, что все новые площадки сделают Все, конечно, по-другому Но мы знаем, как все это долго приживается Фактически десятилетиями все это Пока такие деревья вырастут Да, сразу-то они Сейчас, конечно, пытаются какие-то крупномеры посадить Да, все эти деревья Но все это Они тоже далеко не всегда приживаются Потом все равно Какие бы ни были крупномеры Но это все-таки не такие Большие деревья, которые выросли тут за несколько десятилетий Да, все-таки это, конечно, не сравнить Вот там железная дорога проходит Что-то ремонтируют тут Не знаю, человек, а по ремонту здания какое-то Какого-то здания Так что вот так вот можно погулять Захотите, когда если приедете на улицу Горбунова От платформы Сиэтуни лучше добираться То вот можно здесь погулять Ну, конечно, сам погуляют местные жители И, по сути, конечно, тут никакого парка нет Но, несомненно, это такая вот зеленая зона Которая сформировалась вот, в общем-то Вокруг этих домов Пятиэтажных Ну, собственно говоря, с которых вот эта, в общем-то, улица и начиналась Нет, ну да, это тут, конечно, тоже, я говорю, был город Кунцево подмосковный Естественно, тоже были свои дома Но это были в основном бараки, там, двух-трехэтажные Вот Ну, а, собственно, уже вот Москва началась вот с этих домов С пятиэтажек По сути дела Такой московский период вот этой улицы Этого района Микрорайона, да Да, ну что, ладно, пойдем Там недалеко водозаборный узел тоже находится, около Железной дороги Тоже такая Ну, туда, естественно, запретная зона Вот такой Небольшой, как бы, типа, торгово-сервисный центр Тут и аптека, магазины всякие для людей Много всего вот такой, как бы, типа дома-быта Ну, все вместе такой Многофункциональный центр Вот так вот Так что Видите, получается Что люди не только работают В промзоне, но еще сделали себе такую Хорошую зону отдыха Около домов своих, да Где, соответственно, они пребывают дома Как обычно, пятерочка, понятно Да, все это Вот видите, еще такие уголочки Видите, здесь белье Раньше сушили, сейчас уже, наверное, нет Раньше такие пятиэтажки Вот, а там вот пробзона Видите, с другой стороны улицы Здесь и колбасный завод Рублевский тоже есть Заводы тут разные Всякие базы механизации Ну, а самое главное Это, конечно, ВИЛС Всероссийский институт легких сплавов Ну, там вот Основную часть промзоны занимается Огромное строение Прямо около платформы Сиэтунь Вот Середина улицы, в принципе Дом 8 И дальше вот туда как раз Идет на железную дорогу Вот остановка автобуса Вот 790-4 как раз, да Ну, и вот Туда дальше он едет В сторону платформы Сиэту А это вот все Вот промзона Кунцева Вот этот забор страшный такой Еще бетонный Советских времен еще остался Это вот все Кунцева, да Промзона Там предприятия разные находятся Слава Богу, пока еще работает Я про эту промзону Не рассказывал еще, да Ну, расскажу обязательно Вот Ну, в принципе К сожалению, МОСЭлектрощита Мы можем лишиться Ну, пока Как мы видели, он работает Вот Так тут народ живет на этой улице Все До встречи